Проповедь будет называться «Доверяй любви». Любовь — это то, что значит для каждого из нас что-то приятное, что-то тёплое, понятное дело. Иногда, конечно, это трудно объяснить, но мы рождаемся с вот этой предрасположенностью «любить» и «быть любимыми». Это то, что закладывает в каждого человека Господь. Это вот на уровне ДНК, на уровне, наверное, такого исходного кода, для программистов, если понимаете. И я считаю, что самая мощная сила в этом мире — это любовь. Это любовь Господа, да, и благодаря этой силе все знамения, все чудеса, всё происходило. Вот, допустим, даже если мы смотрим историю Моисея, историю израильского народа, 430 лет они находились в рабстве. Да, в рабстве. И испытывали такие чувства, не знаю, негативные или как. Я даже не знаю, как это объяснить, потому как мы сейчас с этим не сталкиваемся. Вот, это просто рабство, да. И когда Моисей пришел, сколько раз, сколько раз фараон отказывался, и сколько раз его сердце ужесточалось. И Господь посылал испытания и на египетский народ, и для израильтян. Но суть силы и любви его в том, что там и умирал и скот у них, и у египтян весь, и младенцы погибали, но из израильского народа никто не погиб. И вот этот путь, я не знаю, правда, там я не совсем до конца понял, сколько лет весь этот процесс подготовки занимал, но когда они выходили уже из Египта, то есть по факту их выгоняли, сильно много проблем уже дали египтянам. 600 тысяч мужей, не считая детей и женщин. То есть, ну, это масштабно, это такое огромное переселение народов. И Господь потом вел их, вел их до этой земли обетованной, 40 лет, если я не ошибаюсь, да, они шли. Это проблемно было, конечно, где-то там они уходили вправо-влево, как обычно, но, к чему я веду, все равно Господь своей любовью их сохранил. Их сохранил. Так, понять всю глубину и силу Божьей любви нам не дано. Но она настолько сверхъестественна, что только Господь может чувствовать ее в полноте. Мы можем чувствовать только лишь маленькую частичку вот этой всей любви, скажем так. И все на самом-то деле для меня, вот все моменты по типу милосердия, чудес, это все исходит из вот этого слова «любовь». Как говорится, Бог есть любовь. И опять же, возвращаемся к посланию от Иоанна. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал самое ценное, что Он сотворил, это жизнь. Отдал для того, чтобы жили другие, для того, чтобы вот эта ценность жизни, она никуда не ушла. Через одного спаслись миллионы, скажем так, да». Основное, конечно, вот мой посыл, скажем так, того, что я сейчас хочу донести, я буду черпать из притчи о блудном сыне. Когда Он уже возвращался к Отцу, и вот Луки 15-17, и Луки 17-21 стих. «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыществуют хлебом, а я умираю от голода. Встану, пойду к Отцу моему и скажу ему, «Отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Встал и пошел к Отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец и сжалился. «И побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему, отец, я согрешил против неба и пред тобой, и уже не достоин называться сыном твоим». То есть вот этот порог безысходности, когда нам некуда идти, когда мы ничего не можем сделать. Я сам много раз сталкивался с таким, что ты ничего не можешь действительно, уже не можешь ни физически, ни морально, ты выжат уже как лимон. Но есть решение, решение есть всегда, и решение вот в Господе. «Невзирая ни на что, ты можешь быть диктатором, ты можешь быть киллером, убийцей, кем угодно, но если ты преклоняешь свои колени к Господу и просишь прощения за все, что тобой соделано, он тебя прощает, потому что он любит каждого, каждого человека, который был, которые сейчас живут, которые будут. Он любит каждого, и он знает лично каждого. Я услышал, знаете, одно такое сравнение, сейчас много трактую, скажем так, силу Господа, скажем так, вот всего его, как он, скажем так, взаимодействует со своими детьми, это вот как квантовый компьютер, он решает процессы все одновременно, не как вот сейчас у нас по очереди, одну решил, потом другую, третью, а это что-то такое, что еще человечеству не дано понять, но Господь может взаимодействовать со всеми нами одновременно, и его отношение к нам, оно не меняется никогда, то есть он не может там одного любить больше, другого любить меньше, он любит всех одинаково, и так, что нам это не дано понять, и поэтому он хранит каждого из нас, и поэтому, возможно, именно ты, кто сидит за экраном, кто слушает здесь сейчас, вот именно тебе сейчас показывается вот эта сила, напоминание, скажем так, о нем, пытается тебя вернуть к себе, потому как, ну, смысл ему тогда было создавать человечество, чтобы его просто истребить, никакого смысла нет, это просто процесс такой, знаете, начался и потом закончился, то есть до конца, скажем так. Так, за каждого из нас была вот облачена высокая цена, это та цена, о которой я говорил, поэтому Господь борется за каждого, как бы он отдал своего сына, за каждого грешника, и, конечно, он будет бороться за каждого, неважно, как он, что он сейчас делает, это эти все люди делают, будет эта борьба длиться, до второго пришествия, я думаю, это точно. Иисус любил своих учеников, потому что Иисус был воплощением его Отца, то есть вот эта Троица, Отец, Сын и Дух Святой, это единое целое. Он любил людей, которых он исцелял, и, я думаю, даже любил тех, кто его избивал и распинал потом на кресте, он тоже любил их, поэтому он молчал и просто принимал вот эти все пытки, все это надругательство, все это издевательство. Он знал, что в ту самую ночь все те, кто был рядом с ним, все эти 12 человек, ну, не конкретно все 12, но что от него отвернуться, и меньше он любить от этого их не перестал. Он, я думаю, на личности там не переходил, никому не грубил, ничего. И он не терял надежду, не терял именно вот эту любовь к людям, как вот тот самый отец, который ждал своего сына, который, нагулявшись, оставшись без ничего, пошел обратно к отцу своему. И отец его ждал. И написано, когда он его увидел еще издалека, он побежал к нему навстречу и обнял его, и поцеловал его. То есть сын не утратил свое сыновство, и любовь отеческую он не утратил. Вот об этом я хочу говорить, что мне это очень близко на самом-то деле. Вот опять же повторюсь, очень близко, потому что, ну, знаете, вот было такое, чувствовал себя каким-то таким неполноценным, скажем так. Все вроде хорошо в жизни, но чего-то не хватает, чего-то не хватает. И я, в принципе, из верующей семьи, то есть меня взращивали, скажем так, на Божьем слове. Но я вел двойную жизнь. Знаете, вот воскресенье на служении, а вся неделя, она такая, неинтересная абсолютно. Для верующих людей неинтересная, но для меня тогда это казалось, это бурная молодость, вот это юношество. Я находил в этом что-то такое интересное, наверное, что-то новое. Но сейчас, спустя вот этот большой промежуток времени, я понимаю, что это все, это все такая пыль, это все на самом-то деле не нужно. И это все меня оттягивало все дальше и дальше от Бога. Вот враг старался меня откинуть максимально далеко. И вот сам себя, я, не знаю, много раз унитал мыслями, что та вот, какая тебе церковь, ты пошел там, что-то сейчас сделал. И куда тебе? Куда тебе? И вот да, каждый день вот греша, каждый день я отдалялся все дальше и дальше и мыслями сам себя же настраивал на то, что все, ты потерянный, у тебя спасения нет, нет смысла туда идти, нет смысла даже пробовать еще раз. Скажем так, вот последний мой марафон, скажем так, без Господа, это мне исполнилось 16 лет, я покаялся, потом поступил в университет, и все, и полетел, и полетел вот вплоть до 28, то есть, ну да, 12 лет почти. И опять же, если бы, наверное, не то, что произошло со мной и моей семьей, весь этот военный конфликт, то, наверное, я бы к нему и не вернулся, может, он дал мне еще один шанс, ну даже, я не знаю, я даже не смогу засчитать, сколько шансов у меня за мою жизнь уже было, явно не один и не два, может, пять, может, десять, и он прощал все время, он прощал на самом-то деле, вот за это ему, за это ему хвала, он не переставал меня любить и работал, да, многие за меня молились, но и молитва, как оказалось, все-таки действенная на самом-то деле. Да, так, дальше идем. Все вот это, да, милосердие, вся вот эта, скажите мне, благодать, вся вот эта вот любовь, это все от Бога. И так же в книге «Деяния святых апостолов», вот все равно Господь после распятия Иисуса Христа, Он не разлюбил людей, и вот третья глава с первого стиха, пишется, Петр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой, и был человек хромой от шрева матери его, которого носили и сажали каждый день при дверях храма, называемых красивыми. «Просить милостыни уходящих в храм». Он, увидев Петра и Иоанна, перед входом в храм просил у них милостыню, Петр с Иоанном посмотревшись и в него и сказали «Взгляни на нас», то есть жалились немножко, скажем так. И он пристально посмотрел на них, надеясь получить что-нибудь, но Петр сказал «Серебра и золота у меня нет, а что имею, то дам тебе во имя Иисуса Христа на зарея встань и ходи». То есть он дал Петр то самое ценное, вот эту Божью любовь он дал этому храмому и взяв его за правую руку поднял и вдруг укрепились его ступни и колени и вскочив встал и начал ходить и вошел с ними в храм ходя и скачив и хваля Бога. И весь народ видел его ходящим и хвалящим Бога и узнали его, что это был тот самый храмой, которого видели у дверей. И как исцеленный храмой не отходил от Петра, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломоновым. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь этому, это что смотрите на нас, как будто бы мы своей силой или благочестием сделали то, что он ходит. Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог Отцов наших прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы, вот это вот самое основное, Которого вы предали и от Которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. То есть Пилат предлагал, да, он не хотел, не хотел, я думаю, казни Иисуса, потому как у них был там некий диалог, скажем так, а народ выбрал убийцу. Понятно, что фарисеи там сыграли свою роль, подкупили, возможно, кого-то, но несколько раз Пилат задавал вопрос этот людям, действительно ли вы хотите, чтобы я распял Иисуса? А люди кричали, распни, распни. И потом они видели все, что происходило дальше, вот как он нес свой крест, как его сначала избивали плетями. Я видел недавно картинку, как вот после такого количества ударов, на что похож человеческий, я не знаю, это уже телом не назовешь, то есть там до костей там ребра просто остаются и кожи уже нет, то есть она просто рассеченная вся спина, как минимум. Вот, крест нес, и потом уже распятие вот этими гвоздями, руки, ноги, еще и насмехались над ними. И также в четвертой главе, когда пришли, слух пошел, уже опять же фарисеи возомнились, и так, это, да, это до 12 стиха. И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра, ибо уже был вечер. Многие из слушавших слова уверовали, и стало число таковых людей около пяти тысяч. То есть, благодаря одному чуду, это ли не любовь Божия? На другой день собрались в Иерусалиме начальники и старейшины, и книжники Иоанна, первосвященник, и Кайфар, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. И поставив их посередине, спрашивали, какую силу или каким именем вы сделали это? Тогда Петр, испомнившись Святого Духа, сказал им, начальники народа и старейшины израильские, если от сегодня, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он населен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа, которого вы распяли, вот второй раз, опять же, второй раз, он делает упор на то, что вы его предали, вы его распяли, но Дух Святой говорит через него, что любовь к Господу все равно, она не уходит, второй раз, он дает еще один шанс этим людям, именем Иисуса Христа, которого вы распяли, которого Бог воскресил из мертвых, он поставлен пред вами здоровым, то есть, вот этот человек, который был хрымым, и понимаете, в чем момент, сейчас, ибо нет другого имени под небом данного людям, которым надлежало бы нам спастись, то есть, только в Нем, только в Иисусе, только в любви Его, только в вере, в Его любовь, в вере, в то, что Он действительно пострадал за нас только в этом спасении, когда вот мы принимаем вот эту жертву, и, опять же, сейчас мы живем в таком мире, что, не знаю, что будет завтра, что будет через час, через полчаса, через два часа, и, опять же, после того, после всех тех действий, что сделано, опять же, говорю за себя, никого не упрекаю, говорю за себя, опять же, что после того, что всех, после всего того, что я делал, говорил, думал, все равно Господь меня любит, и я это чувствую, я чувствую это изо дня в день, каждое утро, когда я открываю глаза и иду молиться Ему, потому как, раньше у меня были такие мысли, знаете, а вдруг я не проснусь, ну а сейчас я думаю, ну не проснусь, так не проснусь уже, уже я как-то спокойно стал на это реагировать, вот есть другие заботы, скажем так, вот, все идет у любви, да, я нахожу действительно что-то общее у любви, у смирения, у милосердия и у благодати, то есть благодать он дает действительно и потому что любит, надо просто с ним примириться и будет благословлять каждого и даровать эту благодать. И суть вот Божьей воли, многие говорят, вот на все воля Божья, суть его в том, что она напрямую, конечно, проецируется из личных взаимоотношений каждого, то есть сколько раз ты пребываешь в слове его, сколько раз ты посещаешь тайную комнату, как часто ты находишься с ним наедине, то есть не обязательно, насколько я понимаю, не обязательно постоянно, знаете, пребывать в молитве в этой тайной комнате, ты можешь пойти туда, почитать Библию, помолиться и просто сидеть в тишине и возможно что-то услышишь, кого-то услышишь, да, не именно что голос будет говорить, а оно так работает, ну ты понимаешь, что это он к тебе говорит, да, но несколько пунктов у всех у нас одинаковые, вот для Господа, он может, да, любить, ну не каждого по-своему, всех любит одинаково сильно, но я имею в виду, что вот вот это суть его воли, что она проецируется из личных взаимоотношений, то есть, но мы должны все равно проповедовать о нем, свидетельствовать о нем и проставлять его слово, то есть, изо дня в день безостановочно, скажем так, и тогда Господь действительно открывается, и тогда вот ты становишься вот на еще одну ступеньку выше, потом на еще одну ступеньку выше, вот с каждым днем, с каждым таким действием ты становишься все ближе и ближе к нему, и тогда внутри все то, что тебя когда-то грызло, скажем так, вот терзало, все это сглаживается, все это вот, знаете, как вот этот камень, который водой полируется, вот эта галька, которая лежит, она же не за один день полируется, то есть, это процесс, да, длительный, конечно, как говорится, нет предела совершенству, но можно к этому стремиться, да, ну и, конечно же, да, читать его слово и молиться, 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 еще раз молиться, в любом случае, да, и хотел бы вот, опять же, рассказать такую, скомпоновать все то, что происходило со мной, когда я был молодым, я много чего употреблял, много чего перепробовал, выпивал, табак курил, табак курил с 6 лет, начал курить сигареты и ходил в церковь, да, то есть, вот это та двойная жизнь, о которой я говорил, но понимаете, что от Бога ничего не скроешь, ничего не спрячешь, он видит все, и действительно, вот это его любовь, это милость, которая проявлялась ко мне, потому что, ну, вот так вот делать, это так, сейчас я считаю, что это неприемлемо, на самом-то деле, вот, и я просил у него прощения прощения за это, за все мои действия, за все мысли, которые меня посещали когда-либо, и сейчас, да, иногда я прохожу вот процесс такой, что, знаете, все равно, да, надо бороться, надо бороться каждый день, ты не можешь быть идеально святым, таких не бывает, таких не бывает, всегда у тебя какой-то есть процесс, какие-то ситуации, которые пытаются тебя, через которые пытается враг тебя немножко, чуть дальше отвести от Христа, вот, потихоньку, казалось бы, да, что там, что-то подумал, глянул, чуть дольше там посидел, посмотрел в телефон, не пошел, не помолился, а, ладно, в следующий раз, но вот с мелочей все складывается, и потом это вот, как маленькие камешки на один на один идет, и потом уже появляется стена, через которую уже не перепрыгнешь, ее только надо разбивать, но тогда это уже тяжелее, на самом-то деле, да, и ближе уже, наверное, к завершению, для меня это первый раз, я стою такое длительное время, говорю, у меня небольшое волнение, конечно, внутри, вот, но, мы, как те ученики, тот народ, израильский, грешим, отступаем, тем самым причиняем Господу боль, потому как, ну, я думаю, это очень неприятно, когда твои дети себя ведут, неподобающе, я это понимаю, потому как я уже отец тоже, но у меня ребенок маленький, я думаю, все еще впереди буду чувствовать, но сейчас я уже понимаю, да, я вспоминаю, как, что чувствовала моя мама, когда я пропадал просто днями, сутками, напролет, непонятно где, непонятно в каком состоянии, и она не знала, что со мной происходит, да, ведем себя неугодно ему, но он любит, он любит каждого из нас, и готов обнять, готов принять обратно, каждого, кто хочет вернуться, как тот отец принял этого блудного сына обратно, да, и простил его, и он подобно отцу в притче, ждущему годами, все равно ждет, да, да, нужно, нужно идти к нему навстречу, потому как сейчас кажется, что все хорошо, знаете, мы еще люди такие, странное такое создание, что когда у нас хорошо все, мы к Богу не обращаемся, ну там что-то благословение пришло, ну спасибо Боже, и все, а когда начинаются ситуации тяжелые, когда, знаете, есть такая фраза, со дна океана, вот в пучине сидишь, и со дня океана натянешь руки к нему, вот, просто может быть, когда-нибудь будет уже поздно, и я вот хочу сказать, вот всем, кто сейчас слышит, может, буду смотреть через год, через два, не знаю, как это будет, но, если ты чувствуешь в себе какой-то такой, знаете, грубо говоря, червячок такой, вот тебя грызет изнутри, у тебя все плохо, ты вот, ты выжат как лимон, ты думаешь, что надежды нет, все, все, что ты мог сделать уже от себя, ты сделал, и ничего не меняется, я хочу тебя обрадовать, и надежда есть, надежда есть, и просто стоит, просто стоит действительно обратиться к Богу, знаете, у меня была такая ситуация, что я уже доходил до отчаяния, я уже молился так, что если ты есть, помоги мне, но я не говорю, что так всем надо делать, это немножко я считаю, что неправильно, но, вот, и потом все равно я продолжал молиться, молился, молился, да, об одном и том же, да, каких-то была проблема финансовая, но она решилась, сверхъестественная, на самом-то деле, то есть, там как бы, этого бы не произошло, на самом-то деле, если так посудить, логически, то, ну, крайне редко такие ситуации происходят, и вопрос вот, да, почему именно со мной, вот с моей семьей, вот такое, а вот Господь просто хочет показать силу любви своей, через, через меня, через мою семью, через моего ребенка, через жену мою, вот, потому что мы с такой территорией приехали, в которой мы остались без ничего, но сейчас у нас есть все, у нас есть больше даже того, что мы имели до этого, и за это, да, за это слава Богу, и хвала Ему, и вот теперь, сейчас здесь, я чувствую, что действительно я любящий ребенок, да, потому что, видите, у меня, я рос без отца, мать, когда сошлась с мужчиной, ну, отчимом, ему не было дела до меня, я не чувствовал, я смотрел просто на своих сверстников, которые жили в полноценных семьях, и я смотрел, как отцы взаимодействуют с сыновьями, и мне этого не хватало, я вот всю жизнь, я искал вот именно вот этого отцовского плеча, и понятно, что мама не могла покрыть просто физически, и как-то, ну, умственно, скажем так, вот эти все, все мои запросы, а мне просто, я уже потом стал понимать, что действительно это был недостаток просто отцовского внимания, и отцовского воспитания, потому как мамы любят детей, да, очень хорошо, но отцы имеют очень значительную роль на самом-то деле, не меньше, чем матери, поэтому хочу вас попросить еще раз, если вы чувствуете себя где-то угнетенным, если вы думаете, что уже ничего не поменяешь, что все настолько плохо, то просто обратитесь к Господу, встаньте на колени, просто попросите прощения, и поверьте, слезы по-любому пойдут при молитве покаяния, это 100%, но вот это через плач, знаете, когда плачешь и каешься, очищаешься как-то после этого, и потом со временем по нарастающей вы будете себя чувствовать лучше, главное не отходить от него, то много очень часто бывает таких ситуаций, что люди каются, полегчало, и все, и обратно, поэтому примиритесь с Господом, потому что, возможно, конец уже близок, и мы не знаем, но благодаря Ему хотя бы нет вот этого страха, страха смерти, страха где-то поступить не так, что-то сделать не так, потому что я знаю, что даже если я упал где-то, споткнулся через этот камень, я могу обратиться к Нему, и Он меня простит, я не говорю, что надо грешить там просто как тварь последняя, нет, оно потом сглаживается со временем, и появляется отвращение ко всему тому, что ты делал до, вот этим всем неправильным поступком, опять же, это не то, что я где-то прочитал, от кого-то услышал, это то, что я переживал сам, вот эти вот, наверное, ну не экзамены, это самостоятельные работы, все говорят, я прошел экзамен, вот в моем, в определенном сезоне жизни, нет, это пока еще самостоятельная работа для меня, на самом-то деле, то есть, ничего такого серьезного, но это проверки веры, это проверки веры, действительно, это проверка смирения, если ты смиряешься, то, ты по-любому победишь, но только победишь не сам, а только с Ним победишь, то есть, нет победы лично человеческой, есть победа человеческая во Христе, вот об этом я хочу вам сказать, поэтому примиряйтесь с Господом, прославляйте Его, и Он покроет все ваши проблемы, Он решит все ваши сложности, и Он откроется вам совершенно с другой стороны, и вы действительно обретете, 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 обретете верного, верного товарища, верного друга, и в первую очередь Отца, тот, который не отречется, не отвернется, не бросит, который будет всегда с вами, и это замечательно, когда ты просыпаешься и чувствуешь себя хорошо, до покаяния, до крещения, каждое утро это было тяжело просыпаться, я уже даже опять вернулся в церковь, ходил, но мне было трудно, утром просыпаешься и чувствуешь себя таким подавленным, каким-то угнетенным, а сейчас я просыпаюсь, даже там сонный, еле встаю, ползу в тайную комнату молиться, но буквально 2-3 минуты молитвы на иных языках, и я себя чувствую настолько заряженным, и настолько энергичным, что вот сразу буквально, не знаю, там, наверное, 4 литра энергетика выпил сразу, с кофем помешал, вот, и так всегда, даже уже вечером лежишь, уже засыпаешь, там, что-то в телефоне клацаешь, думаешь, все, надо пойти помолиться и спать, встал на колени, помолился и все, и сна как не было, думаешь, ну, что делать, надо заставлять себя спать, вот, поэтому открывайтесь Господу, принимайте Его, потому что Он, Он вчера, сегодня и вовек тот же, Он не изменен, не изменен к своим детям, не изменен в любви, в этом плане, Он стабильнее, чем люди, и только Ему, я думаю, я знаю, что есть смысл довериться и открываться, потому что только в Нем спасение и в Нем любовь. Аминь.